Заработать на интернет-покупках в Китае очень просто. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru. Более 740 интернет-магазинов и удобный интерфейс. Заходи по ссылке в описании и начинай зарабатывать с китайских покупок уже сейчас. Всем привет! Сегодня будет довольно необычное видео, я думаю, что оно будет довольно короткое. Но сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями об использовании моего кастомизированного Xiaomi Mi 5. В нем установлен процессор Snapdragon 820, а смартфоны на базе 820 Snapdragon очень трудно убить перепрошивкой, практически нереально. Поэтому я начал именно с перепрошивки данного смартфона. Mi 5 поставляется с фирменной прошивкой от Xiaomi, это MIUI. В основном это седьмая версия, глобальная. Чем официальная глобалка отличается от обычной китайской? Тем, что в глобалке стоят Google сервисы и имеется поддержка мультиязыка. В китайской прошивке будет всего три языка, один английский и два китайских. И никаких Google сервисов там нету, но это все естественно исправимо. Также на данный момент существует MIUI 8, она также имеется на данный смартфон, но на данный момент она находится в стадии бета-тестирования. Официальную продажу смартфон поступил еще в феврале месяца, но до сих пор детские болячки еще ему не вылечили. Например, в глобалке есть баг со звуком в наушниках. Он очень тихий на данный момент, по крайней мере. Невозможно удалить палец из сканера отпечатков пальцев. И такие детские болячки, они распространены по всей системе. Поэтому я решил не заморачиваться и поставил сюда CyanogenMod. Теперь мой Xiaomi Mi 5 работает на базе Android 6.0.1. Версия CyanogenMod 13.0. Прошивка пока не умеет обновляться по воздуху. Актуальную прошивку можно скачать с XDA, закинуть в память телефона и прошить через кастомный рекавери. Почему я люблю CyanogenMod? Это за то, что он максимально близко похож на голый Android. Причем все самое лучшее из голого Android здесь имеется. Плюс ко всему команда Cyanogen добавляет и свои фирменные фишки. Например, поддержку сторонних тем. То есть, мало того, что вы кастомизировали полностью интерфейс, поставив на него практически голый Android, так вы еще и сторонние темы можете применить. Поменять шрифт, поменять иконки, поменять обои. Даже не используя какие-то сторонние ресурсы, сторонние сайты. Все установлено уже в телефоне. Просто заходите в настройки, выбираете подходящую тему и настраиваете все под себя. Цветовые оформления иконок, любые виджеты, все что угодно. Можно из одной темы взять шрифты, из другой темы иконки, из третьей цветовое оформление. И все это смешать, сделать что-то одно свое. Это все вы можете менять под свое настроение. Поскольку смартфон у меня черный, то я выбрал черную тему оформления. Смотрится это очень круто, как мне кажется. Но просто черный смотрелся бы как-то уныло. Поэтому я решил добавить синего цвета. И во всей системе у меня теперь царит такое черно-сине-белое оформление. Самое главное для меня была проблема на MIUI, как я уже и говорил. Это то, что очень глухим был звук в наушниках. Здесь же все это дело поправили. Звук очень чистый, громкий. И присутствуют басы. И еще к тому присутствует фирменное приложение. Называется оно AudioFX. Где вы можете под себя настроить не только громкость из динамиков, но и громкость в наушниках. Плюс к этому здесь имеется широчайший выбор настроек эквалайзера. Можно убавить басы, можно прибавить. Поиграться с высокими, низкими частотами. Все что угодно сделать. Притом смотрите. Смартфон появился в продаже в феврале. И примерно с месяца тому назад, если я не ошибаюсь, появился официальный цена на GenMod 13.0 для этого смартфона. Поэтому в скором времени я считаю, что появятся и другие прошивки не только на базе MIUI, но и на базе самого цена GenMod. Кастомизации в принципе нет предела. Вы можете настроить все. Но интерфейс интерфейсом, софт софтом. Но в смартфоне есть одна аппаратная проблема. На самом деле это для многих не проблема, но мне не показалось это каким-то плюсом. Это стеклянная задняя крышка. На выбор смартфон поставляется либо со стеклянной, либо с керамической задней крышкой. И некоторые люди у меня в группе писали, что им удалось найти смартфон с керамической задней крышкой. У меня пришел смартфон со стеклянной задней крышкой. Мне это не понравилось. Во-первых, потому что стекло быстро заляпывается. Во-вторых, потому что стекло царапается. Несмотря на то, что я носил смартфон в бампере. Но бампер это не моя стихия. Я не люблю как-то эти бамперы. Тем более, что смартфон сам по себе очень тонкий, легкий. И он создан для того, чтобы его постоянно носить в руках. Наслаждаться его тактильными возможностями. Мне не только внешне Mi 5 нравится. Мне нравится его постоянно держать в руках. Но этот чертов бампер постоянно мешал нашей с ним любви. И не позволял полностью насладиться мне Mi 5. Поэтому я взял, купил на Алиэкспрессе по 3 доллара задние крышки из софт-тач пластика. Продавец на выбор предлагал либо софт-тач, либо клянец. Я выбрал две софт-тач крышки. При этом я выбрал разного цвета. Одну черную. Предполагал, что ее буду носить постоянно. Она, кстати, здесь и установлена. А вторую я выбрал крышку заднюю желтую. Я думал, что это будет смотреться как-то более-менее. Но по факту это смотрится ужасно. Это будто бельмо на глазу. Однако, я думаю, если у вас белый смартфон, то какие-то светлые крышки вам подойдут больше. Для черного смартфона больше подойдут крышки потемнее. Как сменить заднюю крышку? Легко и просто. Берете любую присоску от любой мягкой игрушки, или если у вас просто есть где-то присоска, присасываете ее к задней крышке где-нибудь внизу и просто оттягиваете стоковую крышку. Ничего трудного в этом нет. Если я справился, то вы-то справитесь тем более. В чем прикол стеклянной задней крышки? В том, что она лучше рассеивает тепло. И смартфон, нагреваясь, часть тепла своего отдает этой самой стеклянной задней крышке. Она его рассеивает, и смартфон быстрее охлаждается. Плюс не стоит забывать, что это фирменная крышка. Она очень твердая, ее невозможно согнуть пополам. На Алиэкспрессе, который я заднюю крышку купил, она дешевая, по 3 доллара. Она гнется. Плюс пластик не очень хорошо рассеивает тепло. Он в себе его впитывает, но часть тепла все еще остается на процессоре. Поэтому примерно на 20% смартфон греется больше. И если вы часто играете в очень тяжелые игры, при этом используете LTE-соединение, например, в каких-нибудь онлайн играх, то брать вам именно эти задние крышки я, скорее всего, не советую. Лучше взять что-нибудь фирменное. Потратить, например, в 10 раз больше денег, взять крышку за 30-35 долларов и уже наслаждаться ей, а не каким-то там дешевым Китаем. Но меня вполне устраивает и это. Таким образом, я кастомизировал свой Mi 5 как с софтверной точки зрения, так и с хардверной. Поменял заднюю крышку. Теперь у меня Mi 5 именно тот, который полностью соответствует моим идеалам. А какой идеальный смартфон для вас? Об этом напишите, конечно же, в комментариях. Обязательно поставьте оценку этому видео. Вступите в группу ВКонтакте и подпишитесь на второй канал. Не забывайте пользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops.ru, который позволит вам больше экономить на ваших онлайн-покупках. Всем спасибо за внимание. Всем пока.